Продолжение следует... Но мой отец, твой вид угрюмый, боюсь, и весь затрепетал, и цепенел, и колебался. Но кто над нищем улыбался и сердцу сердцем говорил? Кто окропил его слезами и столь знакомыми руками свои объятия стеснил? Отец! Он здесь, и все забыто, тиха душа, как светлый мир, и ожил грустье убитый, и зашумел веселый пир. Когда ж и я, дитя неволи, из знойных жизни сей степей, из сей туманной юдоли, сломив кольцо земных цепей, к тебе, небесный, возвращуся. И на пути в твой светлый дом, покрытый прахом и стыдом, перед тобою поклонюся. Благий Господь мой и отец! И грусти не держав обильной. Я здесь! Воскликну наконец. Я пред тобою, Боже сильный! Я блудный сын. Ты судья. Судья! Средь ангелов твоих немею, и повесть рассказать не смею тебе земного бытия. Но в царстве смерти и порока, среди горящих мертвецов, я зрел душой, твой дом высокий. Я весь был грусть и весь любовь. И не нашел любви взаимной и утомленный от тревог, приют страстей покинув дымный, вхожу в веселый твой чертог. Еще в земной моей печали мне о любви твоей сказали твои святые небеса. Ах, повели, отец мой вечный, да прирожденный грех сердечный омоет горные роса, да совлекут с меня оковы, что нажил я в житейской мгле, да поживу с тобой я новый и позабуду о земле. Ольга Чумина Исаак благословляет Иакова До сильных лет преклонных Исаак стал помышлять о смерти. Он Исаава призвал к себе и сыну молвил так «Ступай скорее, налови девчины и кушанье такое изготовь, чтобы от него впустил я перед смертью и вслед за тем тебя благословил». Когда Исаак отправился на лоб, Ревека, взяв немедленно козленка и приготовив с травами его, отправила Иакова к отцу с тем кушаньем, надеясь, что старец полуслепой быть может ошибется, и младшего за старшего приняв, как первенца его благословит. Когда к отцу вошел Иаков с яством и стал просить его благословения, назвавшийся Исаавом, Исаак, смутившийся при голосе его, с сомнением ему ощупал руки, которые Ревека обернула козлиной шкурой. Так как волосами Исаак оброс на шеи и руках. И вопросил вторично он у сына, «Кто ты, мой сын?» И тот сказал, «Исаак!» Тогда куси под яство Исаак на голову Иакова с любовью, трепещие руки возложил, торжественно его благословляя. «Приди ко мне, пусть Божий деснится, тебе во всем обилье не спошлет, пусть жатвою богатую пшеница взойдет в полях и созревает плод. Перед тобой, перворожденным сыном, преклонится, сын, твоего отца. Да будешь ты над всеми господином и да почтишь в душе своей Творца. Благословен тебя благословящий, весь род земной благословен в тебе, и всяк тебе обиду наносящий тем навлечет проклятие тебе». Лавров или Азар Грозный враг все вкруг губя Приближается к отчизне, Край родимый. За тебя я готов отдать все в жизни, Все и даже жизнь отдам Дерзновенным я врагам. Смерть мне вовсе не страшна, Славу мне несет она. Враг страшись, я пред тобой, Я отважный и суровый, Примирившийся судьбой У престола и Яговы. Ободрись, родимый, край, Боже правый, покарай, Повелителя царей ты теперь рукой моей. Вон могущество полны, Идут поступью тяжелой Боевые в ряд слоны По равнине этой голой. Я теперь на все готов, Ведь один из тех слонов Весь от золота горя, Знаю я, несет царя. Вот с копьем моим к нему Я помчусья с грозным криком, И копье я подниму на слона В восторге диком. Знаю, гибель здесь моя, Рухнет слон, погибну я, Но пусть гибнет здесь со мной И владыка их земной. Смерть Элеазара Козлов Взглянул Иуда. Отовсюду шли антиоховы полки, Каменья, золото, шелки На них блистали, Но Иуду вид грозных копий мечей, Тверкавших в зареве лучей, Не устрашил. В блестящих латах В сопровождении вожатых Для битвы вооружены С отрядом двигались слоны, Несущие подобие башен. Необычайен был и страшен Чудовище вид. Но к Ягове воззвав смольбою, Во главе своей дружины Стал Иуда. И длился бой, И трупов груда Кругом беднелась. Отступать готовилась Иуда Тогда под царским балдахином слона, Увидевший в разгар сражения, Своим дружинам подав пример. Элеазар, неостановленный преградой, Средину врезавшись, Удар нанес слону И пал, громадой раздавлен, Рухнувшую он. И вновь Израиль вдохновлен, Примером смерти этой славной, Как лев врагами окружен, Вступил без страха в бой неравный. Просницкий, старец Элеазар Жил старец Учитель, И Божьему Люду Вещал он лишь правды великой слова. Враги ж дерзновенные Рыскали всюду, И ими поруган был вновь Ягова. Вот к старцу приходят, В пути оставляя враги, Только жалкие вопли и стон. Но старец за славу родимого края Погибнуть готов, Не нарушив закон. Враги, пораженные мужеством редким, Не знали пощады для старцевых лет, И старцу-учителю с хохотом едким Они предлагали нарушить завет. Но он был создателю только покорен. Отвергнув с презрением льстивую речь, Он в вере своей, как скала, был упорен. Его не пугали ни плаха, ни меч, Ни муки жестокие. Все он во славу Создателя Неба готов перенесть. Не станет он кланяться Богу неправу, И ясну запрещенных не станет он есть. Тогда для смущения народного, Зная, что старец — учитель в народе своем, Врагов посверяя певших, Буйная стая, склоняла его поступиться грехом. Грехом поступиться, и только для виду Есть скверные яства. Но этот обман, как новою старец Тот принял обиду, и был ягова, Им опять не попран. Учил я, сказал он, народ мой родимый, Лишь правде великой одной и добру. Уже ли теперь я за правду мучимый? Расстанусь с нею? Нет, лучше умру. Что смерть мне? Я пожил довольно на свете. Что жизнь мне? Во всем уж познал я ее. Ягова ты видишь, В мгновение эти Не будет поругана имя твое. И умер тот старец изрублен мечами Со светлой отрадой на гордом челе. За правду он умер. Ее палачами нигде не погубишь, Лишь на грешной земле. Жил старец-учитель, И божьему люду Вещал он лишь правды великой слова. Враги ж дерзновенные Рыскали всюду, И ими поруган был вновь ягова. Вот к старцу приходят, В пути оставляя враги, Только жалкие вопли и стон. Но старец за славу родимого края Погибнуть готов, не нарушив закон. Враги, пораженные мужеством редким, Не знали пощады для старцевых лет. И старцу-учителю с хохотом детским Они предлагали нарушить завет. Но он был создателю только покорен, Отвергнув с презрением льстивую речь. Он в вере своей, как скала, был упорен. Его не пугали ни плаха, ни меч, Ни муки жестокия. Все он во славу Создателя неба готов перенесть. Не станет он кланяться Богу неправу, И ясу запрещенных не станет он есть. Тогда для смущений народного, Зная, что старец-учитель в народе своем, Врагов, отверепивших буйная стая, Склоняла его поступиться грехом. Грехом поступиться, И только для виду есть скверные яства, Но этот обман, Как новою старец тот принял обиду, И был ягова, им опять не попран. Учил я, сказал он, народ мой родимый, Лишь правде великой, одной и добру. Уже ли теперь я за правду, Мучимый, расстанусь с нею? Нет, лучше умру. Что смерть мне, Я пожил довольно на свете, Что жизнь мне, Во всем уж познал я ее. Егова ты видишь, В мгновенье эти Не будет поругано имя твое. И умер тот старец, Изрублен мечами, Со светлой отрадой На гордом челе. За правду он умер. Ее Палачами нигде не погубишь На грешной земле. Муки Элеазара, Чумина В Израиле был муж благочестивый По имени Элеазар. Богам он не служил, И жертвоприношений Не только им не приносил он сам, Но для того, Чтобы избежать мучений, Не согласился даже сделать вид, Что жертвенное мясо он вкушает. И молвил он, Вероотступным стыд, Уже затем достиг я лет преклонных, Чтоб юношей в соблазн постыдно ввесть. Не легче ли мучения земные, Чем вечные проклятия перенесть? Пускай же я, Не послужив обману, Безропотно отдамся палачам И без пятна на совести предстану Всевышнего всевидящим очам. Пусть палачи не умоли, молю ты, Но и на казнь ужасную влеком Я, Господа, в последние минуты Коснеющим прославлю языком. Григорович, ангел Маковеев Вдвинулась по ходам антиоха рать, С тем, чтобы иудею грозно покарать. И смутились люди, и со всех сторон Поднялись в народе жалоба и стон. Маковей Иуда, нечестив их бич, К Божьему народу кликнул громкий клич И, собрав дружину под единый стяг, Двинулся к Вефедре, где скрывался враг. Ревности священной к Господу палим На пути дружины в Иерусалим. Им пристал внезапно светел и могуч Ангел в белых ризах. Как дениц и луч искрились доспехи Ратные на нем, и сияли взоры Ангела огнем. Меч победоносный был в руках его, На челе победы, близкое торжество. И благовейный, радостный восторг Гимны словословий из груди исторг Двинулись дружины за вождем своим И напор их грозный был неодолим. Громко призывая имя Яговы Кинулись ряды их на врагов, как львы. И одним ударом смяли и смели, Как дыханье бури их слеза земли. Кратнистый Маковеев Отныне и до века прославьте Маковеев, Что стали украшением родимы им земли. Свой край они спасали, врага вокруг рассеяв, Без страха и упрека порой на муки шли. Ужасные мучения во славу Иеговы, Без жалобы снастили, лишь Господа хваля. В боях ли выступали отважные и суровые, За ними поднималась родимая земля. Был с ними Иегова, им силы неземные, С небес он слал при муках или в яростных боях. Где были Маковеи, враги повсюду злые, Рассеяны, как лани, повержены в опрах. Все зная и все видя, Им щедр был благодать и вселенный повелитель, Отец небесный Бог. Раз принял посрамление от слабого дитяти Владыка Полумира, могучий Антиох, Ребенок перед мукой стал смелым обличением На грозного владыку в решимости своей. Он муки не страшился и кончил жизнь мучением, И мученик-ребенок был тоже Маковей. А смелый победитель, Кем враг ужасный всюду, В боях кровавых сечек всегда был посрамлен, Он был из Маковеев, Прославил мир Иуду, И в памяти народов всегда жив будет он. Отъезд Самаринина Чумина Жукова Он был один, И сумрак вечной ночи Глядел ему в страдальческие очи, И он привстать не в силах был с земли, А путники спокойно мимо шли, Дорогая, где он лежал изранен. Прошли спеша священник и левит, И сердце им не тронул жалкий вид молившего. И шел Самарианин Дорогой той и, Слыша слабый стон, Немедленно остановился он. Душою всей, Остражащим жалея, Он в раны влил Целебного елея, Холодный порт Оттер ему щела, Как близкому, Как дорогому брату, И, посадив На своего осла, Отвез его в гостиницу, И плату Хозяину Он отдал за него, Сказав ему, Когда издержишь, Вдвое верну тебе, В довольстве и покое Влюди его, Как друга моего. И притчу рассказав, Спросил учитель, Кто же Был ближний Странник у тему. Законник отвечал, Тот, кто Помог ему. И так Сказал Рави, Иди И делай То же. В пустыне Дикой И сухой Ползневным Зноем Опаленной Какой-то Странник Чуть живой Лежал Злодеями Сраженный. Ужасен Ужасен был Страдальца Вид. Тогда Жрецы Родного Края Священник Некий И Левит Прошли Его Не Замечая. А он Беспомощен Один С уныньем Горьким Ждал Кончины. И В этот Миг Самарянин Спешил Дорогою Пустынной. Он Встретил Бедного И Вот Вражду Забывших Иудеям Он Полный Радостных Забот Омыл Несчастного Елегин. Он Облегчил Его Как Мог Дрязь Племенных Не Разбирая. Скажите, Кто Из Этих Трех Достоин Быть В Чертогах Рая? Быстрее Помедли. В пустыне Дикой И Сухой Полдневным Зноем Опаленной Какой-то Странник Чуть Живой Лежал Злодеями Сраженный. Ужасен Был Страдальца Вид. Тогда Жрецы Родного Края Священник Некий Или Вид Прошли Его Незамечения. А он Беспомощен Один С унынием Горьким Ждал Кончины. И В этот Миг Самарянин Спешил Дорогою Пустынной. Он Встретил Бедного И Вот Вражду Забывший Каудеям Он Он Полный Радостных Забот Омыл Несчастного Елея. Он Облегчил Его Как Мох Дрязь Племенных Не Разбирая. Скажите, Кто Из этих Трех Достоин Быть В Чертогах Рая. Жадовская Милосердный Самарянин Покрытый Ранами Поверженный Во прах Лежал Я При Пути В Томлении И Слезах И Думал Про Себя В Тоске Невыразимой О, Где Моя Родня Где Близкий Где Любимый И Много Мимо Шло Но Что Ж Никто Из Них Не Думал Облегчить Тяжелых Ран Моих Иной Бый Желал Да Вдаль Его Манила Житейской Суеты Губительная Сила Иных Пугал Ветран И Мой Тяжелый Стон Уж Мной Обладевал Холодной Смерть И Стон Уж На Устах Моих Стянань Замирали В Тускнейших Очах Уж Слезы Застывали Но Вот Пришел Один Склонился Надо Мной И Слезы Мне Отер Спасительной Рукой Он Был Неведом Мне Но Пол Святой Любовью Текущий Ветран Не Не Погнушался Кровью Он Взял Меня С С С С С С С С С Тайная Вечеря Уже Провидя Весь Тим Молком Неотразимый Свой Удел На Тайной Вечере Сидел Христос Спокойствие Глубоком Учениками Окружен И Между Ними Был И Он Тот Коршун В Тае Голубиной Что Рядом С Жертвой Невинной Возлег За Трапезой Ночной И С Той же Верой Нерушимой И С Той же Кротостью Святой Глубокой И Скорбью Тонимой Взирал Учитель На Того Кем Чаша Горькой Его Была По Край Налито Крою И Пил Из Кубка Одного И Хлеб Свой С Ним Делил К Любовью И Только Жалостью Одной В Судьбе Предателя Ужасной Был Полон Голос Неземной И Взор Божественно Прекрасный Когда В последний Раз Склоня Село Над Чашею Святою Он Рек С Глубокою Тоскою Один Из Вас Предаст Меня Спускались Тени С Небосклона Вечерний Вечерний Сумрак Наступал Когда Христос В стенах Сиона С Учениками Возлежал И Говорил Он Им С Тоскою Вечерний Говоришь об этом сам. Ночь в Евсиманском саду. Никитель. Над Гелионской горою царила полность, Все кругом объято было мирным сном и безмятежной тишиною. И Евсиманский сад дремал, Его платаны и миндалии недвижно в сумраке стояли, И лишь украдкой пробегал по их верхушкам Напоенный благоуханьем ветерок. И лунным светом озаренный местами зыблился листок. И там, под гнетом жгучей муки, Простерт во прахе, он лежал, И, воздевая к небу руки, Вопя и плача воскресал. Душа моя старьбит смертельная, Владыка правый, отче мой, Я неуклонно, безраздельно носил доселе крест святой. Но ныне, о, Владыка света, Тяжел, тяжел мой крест, Возри на муке тяжкие мои, Да идет мимо чаша эта. Так он молился и рыдал, И руки к небу простирал, А в отдалении лежали Ученики его и спали. И эти спят объяты тьмой, От них, от лучших нет ответа. Возри, о, Авва, отче мой, Да идет мимо чаша эта. В Гевсиманском саду Темнеет, всюду тишина, Вот ночи вспыхнули светила, И ярко полная луна Сад Гевсиманский озарила. В траве под ветьями олив, Друзья божественного слова, В Иерусалима шум забыв, Спят три апостола Христова. Их сон спокоен и глубок, Но тяжело спал мир суровый, Веков наследченный порог Его замкнул в свои оковы. Проклятие праотов на нем Пятном бесславие лежало, И с каждым веком новым злом Его, как язва, поражало. Но час свободы наступал, И чуждый общему позору Посланник Бога в эту пору Судьбу всемирную решал. За слово истины высокой Голгофский крест предвидел он, И чувством скорби возмущен, Отцу молился одиноко. Молитву кончив, скорби полный, К ученикам он подошел, И, увидав их сон спокойный, Сказал им, встаньте, час пришел. Стряхните сон свой и молитесь, Чтоб в искушение не впасть. Тогда вы в вере укрепитесь И с верой встретите напасть. Сказал и тихо удалился Туда, где прежде плакал он, И той же скорби возмущен, На землю пал он и молился. И взор в тоске невыразимый С небес на землю он низвел, И снова скорби утомимый К ученикам он подошел. Но их смежившиеся очи Невольный сон отягощал, Великой тайны этой ночи Их бедный ум не постигал. И стал он молча, полный муки, Чело высокое склонил, И на груди святые руки В изнеможении сложил. Что думал он в минуты эти, Как человек и Божий сын, Подъявший грех тысячелетий, То знал отец его один. И вот опять он удалился, Под сень смоковницы олив, И там колено преклонив, Опять он плакал и молился. Спокойно выси голубой Светил блистали мириады, И полон сладостной прохлады Был чистый воздух. Над землей, поднявшись тихо, Небожитель летел к надзвездным высотам. Меж тем, всемирный искупитель Опять пришел к ученикам. И в это чудное мгновенье, Как был он истинно велик, Каким огнем одушевления Горел его прекрасный лик. Ученики, как прежде, спали, И вновь спаситель им сказал, Вставайте, близок день печали И час предательства настал. И звук мечей остроконечных Сад Гевсиманский пробудил, И от блеск факелов зловещих Лицо Иуды осветил. Иисус Христос на пути на Голгопу Эльский сет Под тяжестью несомого креста Склоняясь, На место лобное Спаситель наш Христос Шел, Вкруг него толпа, Над ним же издеваясь, Не видела его Горячих чистых слез, Не видела, Как пот бежал Струей кровавой С высокого и светлого чела. В толпе свирепой Казнь кровавою забавой Излюбленной забавою была. Забыли все вокруг, Что часто по ученьям О правде, о любви Все слушали его. Учителя теперь На казнь и на мученья, Как изверга вели, Не помня ничего. Струился под щела, Его святые слезы, Как чистые ручьи Катилищи за щей, А он в тот миг Шептал не клятвы, Не угрозы, Молился он в тот миг За тех же палачей. День искупительного чуда, Час освящения креста, Голгофи передал Иуда О кровавленного Христа. Но сердцеведец безмятежный Давно смиряется по стих, Что не простит любви безбрежной Ему коварный ученик. Перед безмолвной жертвой злобы, Завидя праведную кровь, Померкло солнце, Скрылись гробы, Но разгорелась любовь. Бессильны козни парисейства, Что было кровь, То стало храм, И место страшного злодейства Святыней вековечной нам. Жуков. Страсти Господни. На необъятную арену Под звуки песен и тимпан Одной толпе идет на смену Толпа другая христиан. Все это светочи Христовы, И все с молитвой на устах Принять мучения готовы За радость в чудных небесах. И сединою убеленный Межними старец, Угнетенный годами, Громко говорил. Когда Творец небесных сил, Создатель неба и вселенной, Принявший образ рабий тленный, К нам мирно с неба снизошел, То он страдания обрел, Чтоб научить и нас страданию. Но он своей могучей дланью Нас от забвенья сохранит И вместе горнем поселит. Он шел смиренно на ослятие, Но как владыка встречен был, Умолкли возгласы проклятий, Как молкнет радость средь могил. И по долине Иордана Населись возгласы Асанна, И был усеян путь Христов Рядами листьев и цветов. Но время шло обычной ратью, И тот же преданный народ Предал Спасителя распятью, Вселенной счастье и оплот. Такой же день во время Оно склонялся к вечеру. Христос в сад Гевсиманский Из Сиона шел полный горести и слез. И там в молитве сокровенной Спасителе мира и Вселенной У Вседержителя просил Телесной крепости и сил. Он говорил, Отец Всесильный, О, если б ты Любве обильный Меня избавил ночью сей От чаши тягостных страстей. Но нет, да будет в этом воля Твоя, отец, но не моя. И в это время в сад из поля В душе злой умысел тая Пришел со стражей Иуда. Его грехов немая груда Зашевелилась, как змея. И вот учителя лапзали Его греховные уста И словом, радуйся, Предали на муку Господа Христа. Толпа безумных иудеев Учеников Христа Растея среди архиерейского двора Над ним глумилось до утра. Его там били полонитом, Ему плевали светлые листы, Но перед неистовым синклитом Он был по-прежнему велик. И, видя горькие мучения Христа Спасителя, Пилат, печально выйдя из палат, Промолвил полные увлечения. Скажите, что Он сделал вам? Его божественным словам Я предаю и честь, и славу. Кого ж простить мне в эти дни? Христа или грешного ворову? Христа, кричал народ, Распни! Свершилось. Сын Творца Вселенной, Душою чистый, как кристалл, Любвеобильный и смиренный, Невинный агнец пострадал. Он шел, в ладурь небосклона Скоплялись тучи, А кругом, толпою жены из Сиона, С рыданием плакали о нем. Но он с любовью во взглядах Сказал покорству и судьбе, Рыдайте вы о ваших чадах И сокрушайтесь о себе. К Голгофе путь привел далекий, В испуге дрогнул небосклон, Когда Господь рукой жестокой На крестном древе пригвожден. А он молился в то мгновенье, Поднявши к небу ясный взгляд, Отец, прости им прегрешенья, Они не знают, что творят. Был час шестой, И тьма густая Покрыла землю в этот час, И в храме занавес святая Посередине порвалась. Спаситель мира, Полный муки, Кончину чувствуя свою, Сказал, Твои, Отец, мой руки, Я ныне дух мой предаю. И, видя это, Сотник некий Прославил Бога и сказал, Да, он был праведен вовеки, И он невинно пострадал. Народ кругом стоял смущенно, Боясь на Господа взглянуть, И, возвращаясь в град Сеона, Руками бил себя он в грудь. А вдалеке в немой печали, Не смея молвить ничего, Его апостолы стояли, И люди, знавшие его. Буковский, Богоматерь у креста Горько плача и рыдая, Предстояла в сокрушенье Матерь сыну на кресте. Душу полную любови, Сожаленья, состраданья Расчерзал ей острый меч. Как печально, как прискорбно Ты смотрела, Пресвятая, Богоматерь на Христа. Как молилась, как рыдала, Как терзалась, видя муки Сына Бога твоего. Кто из нас не возрыдает, Зря святую Матерь Бога В сокрушении таком? Кто души в слезах не выльет, Видя, как над Богом Сыном Безотрадно плащет Матерь, Видя, как за нас Спаситель Отдает тебя на муку, На позор, на казнь, на смерть, Видя, как в тоске последней Он, холодея, умирая, Дух свой Богу предает. О, святая Мать Любови, Влей мне в душу силу скорби, Чтоб с тобой я плакать мог. Дай, чтоб я горел любовью, Весь проникнут верой сладкой К искупившему меня. Дай, чтоб в сердце смерть Христову И позор его и муки Неизменно я носил. Чтоб в одни земной печали Под крестом моим утешен Был любовью ко Христу. Чтоб в кончину мирно встретил, Чтоб в душе моей Спаситель Славу рая отворил. Горько плача и рыдая Пристояло сокрушенье Матерь сыну на кресте. Душу полную любови, Сожаленья, состраданья Растерзал ей острый меч. Как печально, как прискорбно Ты смотрела, Пресвятая Богоматерь, На Христа. Как молилась, как рыдала, Как терзалась, Видя муки сына Бога твоего. Кто из нас не возрыдает, Зря святую Матерь Бога В сокрушении таком? Кто души в слезах не выльет, Видя, как над Богом сыном Безотрадно плачет мать? Видя, как за нас Спаситель Отдает себя на муку, На позор, на казнь, на смерть. Видя, как в тоске последней Он, холодея, умирая, Дух твой Богу предает. О, святая Мать Любови, Влей мне в душу силу скорби, Чтоб с тобой я плакать мог. Дай, чтоб я горел любовью, Весь проникнут верой сладкой К искупившему меня. Дай, чтоб в сердце смерть Христову И позор его и муки Неизменная носил. Чтоб в одни земной печали Под крестом моим утешен Был любовью ко Христу. Чтоб контину мирно встретил, Чтоб в душе моей Спаситель Славу рая отворил. Жертва Авраама Послушной жертвой на закланье Вел первородка Авраам. Уже рассыпало сияние Второе утро по горам. Уже на вьючной ослице Замедлен ход. Уж цель близка, Кустарник в гуще, Блеск деницы Виясь в тумане таблака. И видит патриарх, тоскуя, То место на одной из гор, Где жертвенный возжжет костер. И сына юного целуя, Он устремляет к небу взор, Но тихо все в лазурь ясной. И, удаляя верных слух, Спешит он с первенцем. Вокруг сын озирается Несчастный и говорит, Скажи, отец, Где наша жертва, наконец? Огонь, дрова, Вот все из дому мы взяли, Только жертвы нет. И в нем ля сына молодому, Отец, тоскующий в ответ, Господь нам жертву сам укажет. И дальше продолжает путь. Уж поздно, Время отдохнуть, Уж скоро тень ночная ляжет. Сквозь ветки спутанных вершин Багровый месяц Диск твой кажет. Здесь жертву принесу, Мой сын, Сказал отец. И в тайной дрожи Внезапно речь свою прервал, Алтарь воздвигли. Жертва кто же? Тебя для жертвы Бог изврал. И отрок В страхе молчаливом Над алтарем Уже поник И в трепете благочестивом Над ним занес Отец-старик Разящий меч. Как вдруг Над мраком Раздался голос в ушине Довольно Ты послушен мне Останови Над исааком Подъятый Здесь нитр. Вновь Небесный голос Смолк Над чаш Щей И меч Родителя Грозящий Не пролил Родственную Кровь. Казнь Не свершилась Над сыном И видит В радости Своей Отец Запутавшийся Длинным Пудрявым Родом Мехлесей Овен Стрепестит И покорный Всевышней воле Он кладет Добычно Дрова И вот Заносит Меч Рукой Проворной И кровью Овна Насыщен Автарь И жертвенник Вожжен И с той поры То место В мире Зовется Иегова Ире Что значит Бог Усмотрит Правда У врата Марии За садом На гумне Сидела Хав Сетофатом Царем Иудиным В лазурной Вышине Мерцали Небеса Бледнеющим Закатом В тени Меж Группами Желтеющих Стогов С угрюмым Цветом Рис И власти Низ Суровых Мешая Пестроту И блеск Одежд Порчевых Толпил Сорой Вельмож Пророков И жрецов Наперсников Царя Подвижников Покорных Его Мятежных Дум И дел Его Позорных В те Дни Народ Стонал Подвигом Горьких Бед Но тщетно К помощи Взывал Он Развращенный Вином И славою Кровавой Опьяненный Томимый Жаждаю Набегов И побед Ахав Был Глух К мольбам Без смысла И без цели Влеком Рукой И завели Как зверь Метался Он По страшному Пути И гибель Шла За ним В порывах Неустанных Он В битву Новую Готовился Идти И раб Сельстивый Хор Пророков Самозванных Вещал ему Ступай Победа Впереди Но царь Иосифат Пророчеству Внимая Промолвил Всех Ли здесь Пророков Ты собрал Быть Может Есть Еще Один Чтоб Нам Вещал И путь Наш Осветил На бой Благословляя В толпе Тревожный Шепот Пробежал Заткнился На мгновение Взор Ахава И он Промолвил Есть Но странен Он И дик Враждебно И чужда Ему Родная Слава В уединении От жизни Он отвык От ласк Моих Бежит И гибель Мне пророчит Он Ненавистен Мне Я знаю Наперед Не скажет Ничего А скажет Проклянет Или При всех В лицо Мне дерзко Захохочет Безумец Он Иль враг Престола Моего Но Похватившись Царь Поспешно Прибавляет Но если Хочешь Ты Я Призову Его И верного Слугу Любимца Своего Он За пророком Посылает На кровли Хижины Убогой Старик Загадочный Сидел И на Бледнеющее Небо С глубокой Думой Углядел Когда К порогу Приближался Посол Ахава Старец Встал Благословен Грядущий Ныне Во имя Бога Он Сказал И Вопрошает Брат С добром Ли В приют Мой Мирный Ты Пришел Что От меня Ахаву Надо Старик Ответствует Посол Царем К тебе Я послан Ныне Он В Галаат Идет На бой Ему Пророки Все Победу Вещает Дружную Толпой Уже Ли Ты Один И Ныне Наперекор Пойдешь Царю Старик Смири Свой дух Строптивый И Речь Безумную Свою Ты Знаешь Царь Велик Во гневе Велик В милости В любви Иди И Речу Миротворной Царя На бой Благослови Благословить С глубоким Вдохом Пророк Поник Своей Главой Слуга Ахава Он Ответил Слуга Господень Пред Тобой Слуга Господень Сын Свободы Он Внемлет Богу Своему Ему Не нужно Ласки Царской Не Страшен Царский Гнев Ему Что Голос Правды Сердцу Скажет Что Вложит Бог В уста Его Царю Промолвит Он Свободно Не Опасая Ничего Зачем Ты Звал Меня Пророк Благослови Но Разве Без Меня Пророков Мало И Тили Мне На бой Сильны Войска Твои Рука Твоя Не раз И Сильных Побеждала Иди И Пусть Господь Хранит Тебя Старик Словам Так Так Слушай Женье Раздайся Слово Вещие Мое Кипи Душа И Прось Пощада Внемли Ахав Моим Карающим Словам Я Вижу Мой Народ Рассеянное Стадо Без Пастыря Бредет По долам И горам И Град Его Сечет И Буря Злая Гонит И Жет Полдневный Жар И Душит Звер Степной Ахав Ты Слышишь Ли Как Он Вопит И Стонет Взгляни Нога Твоя В слезах Невинных Тонет И Залит Пышный Трон Кровавой Волной Я Вижу Край Родной Пустыней Унылой Лежит Вокруг Меня Влася С последней Силой Неволи И Нужды Позорный Страшный Гнет У Алтаря Ханжа У Трон Аль Степ Сьют Сьют Кустом Засохшим Истина Таится А Лож Цветущим Тополем Растет Ты Правды Хочешь Царь Не Здесь В толпе Наемной Валовых Жрецов Не Здесь Ее Найти Кипях В ущельях Гор Под кровом Ночи Темной Голодной Сиротой Вдовицею Бездомной Бредет Она Одна Бестелие Пути В развалинах Немых Свой Гнев И стыд Вкрывая Седой И Непокрытой Головой Сумой Нищенской Вовретище Босая Сидит Она И Плачет Над Собой Ты Хочешь Правды Царь Отверзлась Предо Мною Немая Глубь Небес И Господа Я Зрел В дыму И Пламене Он Сидел Сиянье Меня Меня В уста Его Пророков Ты Сели Чтоб Их Речам Он Покорялся Чтоб Их Совет Он Внимал Ликуй Небес 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 И правду услышал Я бегу стыда Никто не сыщет моего следа Кусти господина Сень госпожи Вертоград зеленый Столб родной межи Поле, где дарила я веселых коз Ложи, где так много пролила я слез И отчарок домашний И святой алтарь Все прости навечно Говорит Агарь И ее в пустыню Дух вражды влечет И пустыня Словно все за ней идет Все вперед заходит И со всех сторон Ей грозит и душит Как тяжелый сон Серые каменья, лава и песок Под лучами солнца Жгут подошвы ног Пальм высоких листья Сухо шелестят Тени без прохлады По лицу скользят И в лицо ей ветер Дышит горячо И кувшин ей давит Смуглое плечо Сердце замирает Ноги устают Слезы высыхают Слезы высыхают И опять текут Чу! Вдали журчанье Клечевой воды По краям оврага Свежие следы Знать, не даром Пастырь здесь Прогнал стада Вот скамья и желоб Зелень и вода И слагая ношу Села отдыхать Бывшая рабыня Будущая мать И страшась пустыни И боясь пути И не зная Где ей спутников найти Головой поникла С тайной мольбой Вдруг Как будто с ветром Сладостно живой Голос не воздушный Но и неземной Прозвучал в пустыне Говоря с душой И она очнулась Слушая глядит Видит Ангел Божий На песке стоит Белая одежда Белое крыло Кроткое сияние Строгое чело Ты куда? Спросил он Я иду в Кадис И сказал ей ангел С миром воротись Я бегу от тары Госпожи моей И сказал ей ангел Примирися с ней И родишь ты сына Силу многих сил Наречеши имя Ему Измаил И рука Господня Будет Вечно С ним Населяться Страны Семенем Твоим И с отрадой В сердце Начала Вставать Бывшая Рабыня Будущая Мать Тюмин 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 Господина Вручая Судьбу Я жду Я жду Откровения Тюмин 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 Невесте избранной немедленно в дар, он серьги вручил и запястья. Через несколько дней выступал караван, скрываясь за далью от взора. И с ним покидала навеки Харан, прекрасная внучка Нахора. Чумина. Исаак встречает Ревекку. Вышел прогуляться в поле Исаак, где уже вечерний надвигался мрак. Видит, показался вдалеке верблюд. Вот другой и третий медленно идут. Все подходит ближе, ближе караван. Издали мелькает гибкий женский стан. Огненные очи, алые уста. В медленных движениях нега разлита. И забилось сердце. Кто же? Кто она? Между тем Ревекка, также смущена, у раба спросила. Кто сюда идет? Это господин мой, ей ответил тот. И она, зардевшись, покрывала ткань, быстро опустила и легко, как лань, спрыгнула на землю. Раб же подошел и о том, что сделал, речь свою повел. Кончил он. И тут же к будущей жене, к избранной невесте, ждавшей в стороне, Исаак приблизясь, ввел ее в шатер. И женой любимой стала с этих пор для него Ревекка, госпожой рабов и ему подругой, матерью сынов от него рожденных, любящей женой, счастьем озарившей путь его земной. Чумина Иаков и Рахиль у колодца Сменила собою прохлада, полдневного зноя и стону, лавана богатого стада, спустилась вниз к водоему. Под сенью дубравы зеленой, зелеяла чудную былью, любуясь прекрасной Рахилью. Иаков стоял восхищенный, рукой обнаженной и стройной кувшин свой она поднимала, и краска в лице проступала, и грудь волновалась ознойно. Под взором горячим и властным им сердце сильнее забилось, и что-то в груди пробудилось, впервые порывом неясным. В ответ на немые вопросы шептал он летит не речи, любуясь, как черные косы, на смуглые падали плечи. Отдавшись восторгом свидания, нечаял он чуждой обмана, что ждут его в доме лавана. Четырнадцать лет испытания, увы, предназначено было трудиться ему ежечасно. Семь лет из-за линии милой, семь лет для Рахили прекрасно. Боголюбов Иисус Отрак Двенадцати лет Иисус был. На праздник пошел он из стен Назарета. С ним матерь, его и Иосиф шли так же. И так каждый год было это. Когда ж возвратиться под кровлю родную пришлось с тем, что не было с ними тогда Иисуса. И думали, что он идет по дороге с другими. Но день миновал, и в отсутствии Отрак не видно его среди души. И стали искать его всюду, бояся опасностей разных грядущих. И вот, не найдя, возвратились обратно в испуге по той же дороге. И в храме был найден божественный Отрак среди получавших обоги. Там с ним он три дня беседовал целых, и слушавших круг было много. Кто слушал его, все явили ответы. И разум Спасителя Бога. Залиха лежала стеная на пышной постели. При ней супруги вельмож и гиптянки сидели. Залиха, скажи нам, какой ты болезнью страдаешь? Печально ты смотришь, горишь ты, как свечка ты таешь. По-друге, я стражду, больная мятежная страстью. Желание жгучее пало на сердце напастью. Тебя погружает богатство в поток наслаждений. Тебе ли знакомы несыты в духи стремлений? О, если б имела подруги я все, что б хотела. О, если бы воля моя не знавала предела. Но что невозможно? О том бесполезной грезы, безумно желание, безумно горячие слезы. Для вас, о, подруги, мои непонятные мучения. Но вам покажу я предмет моего вожделения. Вы сами желание почуете лютое жало. Залиха зачем-то рабыню тихонько послала. И снова к подругам. Покушайте. Вот апельсины. Ах, если бы сладком забвение было кручины. Едва к апельсинам коснулись ножи золотые, У входа зазыбились быстро завесы цветные. Тяжелые складки, рукою проворно отбросив, Вошел и склонился смиренно красавец Иосиф. И по полу, твердо ступая босыми ногами, Приблизился к гостям. И идолу панику ночами. Горячая кровь на ланитах его пламенела, Смуглела загаром прекрасное, стройное тело. И вскрикнули жены, С Иосифа глаз не спускают. Как руки ножами порезали, Сами не знают. Плоды окровавлены, Гостям как будто не больно. И рада за лиха, На них улыбнулась невольно. Вы полны восторгом, Едва вы его увидали. Судите же сами, Какие терплю я печали. Он раб мой, Его каждый день, Как рабыня прошу я, Никак не могу допроститься, Его поцелуя. Теперь, о подруга, Твои нам понятны мучения. Мы видели сами Предмет своего возделения. Натсон. Вавилон. Брошены торжеща, Стада и пашня. Заняты руки работой иной. Камень на камень, И стройная башня Гордо и мощно Встает над землей. Ласточка, Рея в лазуре бездонной, Кажется точкой Для смертных очей. Или мы с нашей мечтой Окрыленной, Кроткой воздушной пиву Не слабей. К небу, Где тучи играют и мчатся, Цыпля громами у ног божества. К небу, Где райские реки струятся, Стелится райских лугов мурава. К жизни блаженства От жизни страдания, К звездам, Сверкающим ярким огнем. Выстись же стены Гранитного здания, Будьте нам к вечному небу путем. Полно безумцы, Взгляните, Чернеет грозная туча На грани небес. В трепетном ужасе Мир цепенеет. Отблеск зорницы Мелькнул И исчез. Чумина Уход из Харана Сказал Господь С родимою страною Расстанься ты И дом отцов покинь, Через пески сыпучие пустынь Ты в новый край Последуешь за мною. Иди И род Я возвеличу твой Там слава ждет Там ждет его свобода Родоначальник Нового народа Земных племен Ты явишься главой Благословен Тебя благословящий Весь род земной Благословен в тебе И всяк Тебе Обиду наносящий Тем навлечет Проклятие себе И будучи В годах Уже преклонных Покорно Внял Всевышнего Словам В путь Собрался С семьей Аврам Собою Взяв Рабов Приобретенных И были С ним Жена его И лот Громадная Стада их И верблюды Несущие Узорных Вьюков Груды Все Двинулось В далекий Переход С надеждою И смутную Печалью Ступил С пески Пустыни Караван Стремясь Стремясь Туда Три Три В шатре Но Странник Гостей Гостей Проводил Авраам А Сара Стояла Не веря Очам И Долго Вослед Им Тревогой Полна И Трепетом Тайным Глядела Жена Не в силах Сомнений Своих Побороть Через Год Совершилось Как Молвил Господь Лавров Три Ангела Что За Дивное Виденье Патриарх Глядит Смущенный Трое Путников Чудесных Приближается К Дубраве Белый Как Снег Одежды Свет От них Исходит Яркий Но Окутаны Все Трое Словно Дымкою Тумана Грозен Строг По виду Первый Он Глядит Вперед С величием И Под Взглядом Тем Былинки Преклоняются Смиренно А Второй Любовью Кроткой Дышит Весь Куда Не взглянет Там Повсюду Зацветают Благовонные Цветочки Третий Чист Как Утро Ветер Смотрит Строго И Любовно Посылает Взглядом Кротким И надежду И Угрозу И Волнение На колени Постигая Смысл Явления Ниц Склонился Со Слезами Авраам Пред Три Едино Подруги Милые Прозрачная Волна Прохладнее В часы Когда В объятиях Сна Покоится Менфис И Тихий Берег Нила Забавы Девичьи На лоне Светлых Вод Увидит Лишь Заря Румяная С высот Предвестница Полдневного Светила Палаты Царские Блистают Серебром Но Эти Берега С Цветочным Их Ковром Прекрасней Чем Бассейн Из Ценного Парфира Напевы Птиц Лесных Отраднее Звучат Чем Рокотание Струн Курений Аромат Не так Приятен Мне Как Вень Зефира Спешите Теневой Блистают Небеса Одежды Легкие Цветные Пояса Оставьте У камней И на Прибрежных Ивах Снимай Мой Венец Сегодня Меж собой Резвиться Будем Веселой Горьбой В объятиях Волн Беспечно Говорливых Скорее Поспешим Но Что-то Вдалеке Среди Туманной Мглы Я вижу На реке Не бойтесь Милые Ведь Это Без сомнений Не более Как ствол От пальмы Вековой Который Сюда Из стороны Родной Под ножи Пирамид Приносит Нам Течение Или Может быть Челнок Из еды Предо мной Волна Которых Мой Отец Немилости Своей Преследует Теперь Безжалостным Гонением Ему Родную Мать Я заменю Вполне Пускай Пускай Хоть Жизнь Он Обязан Будет Мне Когда Не Мне Обязан Он Рождением Великодушной Решимостью Горя Так Молвила Эфис Дочь Грозного Царя Исследуя Отважному Примеру Вступили Девушки В прозрачные Струи И Для Фараона Дочь Покровы Сняв Свои Пенорожденную Напомнила Венеру Вокруг Ния Шумит И Плещется Глубокого Полна К ребенку Вся дрожа Спешит Она С тревогой Еще Усилия И С ножей Дорогой Сияя Прелестью Улыбки Молодой Она Идет Обратную Дорогой Она Идет Назад Густые Тростники Раздвинув Трепетным Движением Руки И Радостно Ее Приветствуют Подруги Склоняясь К мальчику Спасенному Из волн Чей взор Младенческий Недоумение Полн Следит За Идвижениями В испуге О Мать Страдалица И ты Невдалеке Давно Бродившая В сомнении И тоске Спеши И радуйся Спасению Моисея Царевне Делили Неопытной Понять Все Что Почувствует Лаская Сына Мать Иди И обними Малютку Неробея Страданием Для вас Скончается Изгнание Пришли Иные Времена Дитя Дочь Фараона Румяный Полдень Золотил Египта Стройные Твердыни И бесконечные Пустыни И рощи Темные Ини Как Очертания Развалин Вдали Синели Высих Скал И стены Мраморных Купалин Нил Переривно Отражал В своих Волнах В садах Зеленых Хвостей Дрожащую Листвы Олеет Пурпу На балконах Глядят Изваянные Львы То Час Царевна Молодая Спускалась Медленно К реке На золотившемся Песке След ног Поспешных Оставляя И вот Широкая Река Как облака Внереют Челны Над ней Как челны Облака Клубясь Бегут Издалека Идет Царевна И безмолвны Рабыни След ее Спешат Неся Услужливо Наряд И притирания Робко Дышат И ветки Паймы Заслоня Ее лицо От зноя Дня Вершиной Легкою Калышат И вдруг Царевный Светлый Лис Слегка Смущен Мгновенной Тенью Под Беломраморной Ступенью С вышах Замедленно На миг И смотрит Вдаль В волне Смущенной Плывет Качается Слегка Из гибких Веток Тростника Корзинка В ней Младенец Сонный Волной Баюка Им лежит Все ближе Ближе Подплывает Царевна Смотрит И молчит И бледность Робкая Ланит Волни Лавров Лавров Чармное Лавров Чармное Море Египта Грозит Лицо Владыки Фараона Смертельной Злобой Горит Развились Волосы Как Змеи Безумен Взгляд Его Очей Вперед Погибнут Пусть Евреи От наших Копий И мечей В слепом Безумии Злобы Полной Быстрее Ветра Он Летит И Слышит Он Ракочет Волны То Море Черное Шумит Конец Погони Близко Море Не По Волнам Жа Поведет Их Моисей Себе На горе Свой Богом Избранный Народ Вот Берег Море Чудо Чудо По дну Его Идет Толпа Владыке Грозному Отсюда Видна Подводная Тропа Утина Грозная Морская По воле Высшей Неземной Народ Еврейский Пропуская Пред Ним Поднялся Спиной Глядит Владыка Гнева Гнева Полный В безуме Бешеном Своем Вперед За мной На эти Волны Они Прошли И мы Пройдем Вперед За мною Без боязни Отмстим За наших Мы Детей Не Миновать Ужасной Казни Тебе Еврейский Чародей По слову Гордого Владыки Ряды Египетских Дружин Пошли Вперед Восторга Клики Уж Слышит Гордый Властелин Тот Берег Близко Час Ужасной Кровавой Мести Настает Но Где-то Слышен Шум Неясный Неясный Гул Вперед Вперед Без Сострадания Без Пощады Разите Старцев И Детей Вдруг Ветра Шквал И Волн Громады Сей Грозной Массы Своей Сомкнулись Вместе Погребая Безумцев Гордых Под собой И Снова Плещет Голубая Гладь Моря Бурную Волной Погиб Тиран По воле Рока Спасен Израиля Народ И Мариам Сестра Пророка Творцу Хвалебный Гимн Поет Лихачу Песня Мариам Славьте Господа Избранному Народу Неспославшего Спасенья И Свободу Слово Божье Было Нашей Стрелою Дуновение Мечом Египту Горе Кто Поведает Ему Что Под Волною Лучший Цвет Его Навек Покрыло Море Славьте Господа Избранному Народу Неспославшего Спасенья И Свободу Красницкий Каменный Град Стонет От бега Верблюдов Равнина Радь Побежденная Вихря Быстрей Чится Уже Ли Уйдет От Новина Целым Хотя Бо Один Амарей Сколько Богатства В их Царстве Великом Золото Сколько И Ценных Мехов Ну Амареи В отчаянии Диком Станут Как Львы Зародимы Свой Кров Продолжение следует